И сегодня у нас на календаре 13 января и киевское время 19 часов. Ну, скажу сразу, обстановка очень сложная. Есть изменения, не совсем хорошую для нас сторону, но они все-таки есть. Факт надо констатировать. Ну, а теперь по более подробному. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Белогоровка, Блуганской области и Спорная, Раздолевка, Соль, Красная гора, Подгородний, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Водяная, Невельская, Красногоровка, Большая Новоселовка, Донецкой области. Дуга продолжает гореть. Причем в некоторых местах типа Солидара она горит очень сильно. В то же время противник нанес 5 ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье. Также оккупанты совершили 52 огневых удара из реактивных систем залпового огня и 18 авиационных ударов. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Мы это все отслеживаем, наблюдаем, но пока прямой или непосредственной угрозой эти маневры и эти подразделения нам не несут. На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Черниговской, Сумской, а также Харьковской области. На Купинском направлении продолжаются позиционные бои к югу от Кременной. Там встречный бой ведут вооруженные силы с российскими оккупантами. Ситуация напряженная, но в принципе она контролируемая и понятная. На Лиманском направлении позиционные бои. На Бахмутском направлении самое тяжелое направление. Все мы переживаем за населенный пункт Солидар. И на данный момент нам известно, что наши силы покинули основную часть Солидара. Под вопросом остается западная окраина города. Западная окраина города. Мы удерживаем наши позиции и ведем оборонительные бои. Противник продолжает на нас атаковать. Но утверждать то, что российская пропаганда утверждает, что Солидар взят, нет. Это не соответствует действительности. На западных окраинах города силы обороны Украины ведут ожесточенные бои за свои позиции. Также можно сказать, что анализ вражеских видео, те, которые выкладывает Российская Федерация, где на видео есть и наши бойцы, которые попали в плен, и наши бойцы, которые убиты, говорит о том, что никакого окружения не было. В Солидаре, да, мы отходили, да, мы несли потери, но, тем не менее, мы организованно отошли на западную окраину Солидара. Вот такая вот сейчас там ситуация. Ситуация в Бахмуте, в самом Бахмуте напряженная. Враг старается давить на южнее частного сектора, в самом Солидаре, а также через Бахмутский лес. Российской Федерации удалось взять под контроль часть дач на севере города, возле Подгороднего. Бои в Клещевке продолжаются. Там пока противник успеха не имеет. Вот такое вокруг. То есть Бахмут теперь переходит тоже в категорию острой ситуации, где российское командование продолжает пытаться проводить наступательную операцию. На Авдеевском направлении продолжаются бои у Андреевки, Первомайского и Невельского. Противник успеха не имеет. Нет, мы держим оборону, они продолжают пытаться атаковать. Новопавловское направление. Тут идут позиционные бои, перестрелки в основном и обмен огневыми ударами в основном артиллерии. На Запорожском направлении есть движение. За прошедшие сутки противник предпринял неожиданные попытки атаки наших позиций. И в результате недавнего наступления, которое они предприняли, им удалось захватить участок местности в районе Мирного и Дорожнянки. Вот в районе двух этих населенных пунктов противник имел частичный успех и отодвинул немного наши оборонительные позиции. На Херсонском направлении продолжаются минометные и артиллерийские обстрелы всего правого берега, фактически от Энергодара до Херсона. Также российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченной территории Херсонской области. Особенно на людей, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями. Оккупационные власти осуществляют домовые обходы, выявляют таких людей для оказания на них давления. К тому же захватчиков беспокоит проукраинская настроенность граждан региона, представляющая для них угрозу. Они очень от этого переживают, что население ратует за Украину, ратует за то, чтобы их разгромили, и чтобы вооруженные силы Украины пришли и освободили эти территории. В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области противник проводит фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждение сотрудничества с силами обороны Украины. Я вам, кстати, говорил, посмотрите в предыдущих видео, видео есть в описании, там есть ссылка на инструкцию, которую разработала наша группа Deep State Map, как правильно чистить телефон, чтобы российские оккупанты не смогли вас заподозрить в том, что вы передаете какие-то сведения или сотрудничаете с вооруженными силами Украины. Поэтому не поленитесь, найдите описание к этому, это где-то было неделю назад примерно. И тогда сможете правильно почистить свой телефон и спокойно пересекать, точнее предъявлять его, когда идут облавы, фильтрационные мероприятия или на блокпостах. Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами «Роснефть» и «Электросталь» для личного состава одного из подразделений захватчиков, действующего на Новопавловском направлении и в Волноваховском районе Донецкой области. Очевидно, что с определенной целью противник пытается скрыть свою принадлежность к русским оккупационным войскам. Тут, кстати, очень странная ситуация. Да, они с одной стороны будут переодевать военнослужащих в эту спецодежду, но мы же понимаем, что «Роснефть» это же российская компания, и скрыть свою принадлежность к Российской Федерации невозможно. Даже одев такую специальную одежду, типа рабочие спецовки, фирменные, имеется в виду. Очевидно, авиация Силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 16 авиационных ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10». Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили 3 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов. Вот такая военная ситуация сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok